Как сделать, чтобы поза 69 доставляла больше удовольствия? Различные приспособления, особые кресла Там внизу оказывается мужчина, искаженное восприятие реальность О боже, это так здорово, когда два человека одновременно Меня зовут Ольга Штерн, я психолог, сексолог и эксперт в онлайн-школе обольщения гейша И сегодняшняя наша тема, она очень горяча Потому что данная поза вызывает жгучие споры Есть, безусловно, и фанаты данной позы, которые говорят О боже, это так здорово, когда два человека одновременно ласкают друг друга и получают удовольствие Это так красиво, это так здорово, это так сказочно А есть другой лагерь, который говорит Нет, это неудобно, потому что все равно рано или поздно кто-то начнет больше работать А кто-то расслабится, потому что невозможно и получать, и дарить удовольствие одновременно В комментариях напишите, к какой группе вы относитесь Поставьте цифру 1, если вы любите данную позу И цифру 2, если вы к данной позе относитесь специфически И какому лагерю бы вы не относились, есть ряд советов, которые я крайне рекомендую соблюдать И даже если вдруг вы не пылаете страстью к данной позе, все равно в качестве разнообразия можно вносить ее в свое эротическое меню И, кстати, не забывайте подписываться на наш канал, нажимайте на колокольчик, ставьте лайки Потому что мы снимаем много классных, вкусных и полезных видео Относительно позы 69 и вообще любой другой позы и всего того, что вы творите в своей интимной жизни Важно соблюдать базовое правило И оно звучит как правило комфорта Если в позе 69, неважно, с какой стороны вы находитесь Сверху, снизу, сбоку лежите, например, на бедрах друг у друга Если вам неудобно, если у вас затекает шея, если ваш позвоночник испытывает сложности И вы чувствуете, что еще чуть-чуть вы умрете, поменяйте позу Мой вам искренний совет, вам должно быть удобно, вам должно быть комфортно И вы должны мочь совершать всевозможные действия И если что-то затекло, что-то болит, что-то идет не так То вы не сможете подарить истинного удовольствия Это большая иллюзия Поэтому очень важно быть в комфорте, быть в удобстве и так далее И соблюдение правила комфорта становится сложнее для людей с разницей в росте Например, если мужчина под 2 метра, а девушка миниатюрная метр 60 То в классическом виде им данную позу будет реализовать сложно Поэтому используются различные подушки, различные приспособления, особые кресла Чтобы скомпенсировать разницу в росте И обычно, кто более маленький по росту, он располагается сверху Если у вас рост более-менее одинаковый, тогда вы можете использовать и мужчина сверху, женщина снизу И наоборот, и особая любовь, безусловно, это поза 69 на боку Когда вы можете и расслабиться, и красивую картинку наблюдать, и при этом активно двигаться Кто находится снизу, у того гораздо меньше маневров По статистике чаще всего снизу расположен мужчина Но вы можете экспериментировать Кстати, если женщина находится сверху в поиске 69, то это очень удобная позиция Если вы начинаете осваивать практику глубокого горла Кстати, посмотреть бесплатные уроки по сексуальным техникам, в том числе и по оральным ласкам Вы можете на нашем официальном сайте Для этого нажмите сюда Вы попадете на нашу официальную страничку, где вам нужно будет только ввести ваш верный email Потому что туда приходит доступ в личный кабинет, где и представлены бесплатные уроки Но вернемся к нашей теме Следующее очень важное правило – это правило коммуникации Если вы не разговариваете с партнером, если вы не обсуждаете, что вам приятно, что вам неприятно, что вам хочется, что не хочется То, к сожалению, у меня для вас грустная новость Телепатическими способностями мало кто обладает А если обладает, то часто это такое искаженное восприятие реальности Поэтому, если, например, вам не нравится, что мужчина слишком резко что-то делает Либо, наоборот, чего-то не делает То нужно сказать словами через рот, чтобы вы что-то хотели бы прекратить Или, наоборот, внедрить в вашу интимную практику Это базово как для позы 69, так и для любой другой позы, которая может появиться в вашем арсенале Поэтому обязательно имейте это в виду Важный момент относительно данной позы, что действительно она через какое-то время может превратиться в позу 68 Что это такое? Это когда один человек становится получателем только удовольствия А другой дарителем удовольствия Такое тоже может быть И, опять же, без коммуникации, без обсуждений устраивает вас это или не устраивает Устраивает ли это вашего партнера или не устраивает К сожалению, в эротическом разнообразии далеко не уедешь Поэтому повторюсь Обсуждение, обсуждение, еще раз обсуждение Какие есть неловкие моменты и опасные истории? Периодически могут быть проблемы с задеванием зубами мужского достоинства Поэтому очень важно выбирать правильный угол Когда ваши зубы проходят по касательной, а не располагаются перпендикулярно фалосу Если также у вас возникает, например, проблема со слюнями Вы можете использовать либо смазку Либо, помните правила из курса «Волшебный поцелуй» Думайте о лимоне, думайте о лимоне, думайте о лимоне И тогда ваш рот наполнится слюньками И смазочки хватит Поэтому не забывайте про такую хитрость Часто поза 69 является прекрасным полем для экспериментов И использование всевозможных игрушек И это касается использования игрушек Не только в сторону женщины, но и в сторону мужчины Ведь вибрирующие разные приспособления Можно использовать не только для клиторальной стимуляции Но, например, и для стимуляции точки миллиона долларов Она находится между анусом и мошонкой У мужчины и ощущения могут быть очень интересны Сюда же можно отнести и различные анальные пробочки И анальные бусы, да и, в принципе, много других разных игрушек Сейчас мы живем в такое чудесное время Когда ассортимент секшопов, он невероятен И удовольствие, которое эти игрушки могут подарить Конечно, совершенно великолепно Также многие используют позу 69 для так называемого Гранатного поцелуя, либо римминга Не все на это готовы идти Но данная поза, она предполагает определенное удобство И доступ к скрытым возможностям нашего тела Один из партнеров, например, может в такой вид ласк уходить А что делать? Как делать? Об этом очень подробно рассказываю в курсе по искусству оральных ласк Волшебный поцелуй Что бы вы ни делали, главное, соблюдайте базовые правила комфорта, безопасности и обратной связи И тогда все, что вы будете вытворять в постели Будет доставлять максимум удовольствия всем участникам процесса Прямо сейчас на экране вы видите другие видео Школы обольщения Гейша Посмотрите их, они вам точно пригодятся И не забывайте нажимать на колокольчик и ставить нам лайки, чтобы не пропускать новые видео Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!